О первом погибшем в результате взрыва на военном складе в Арыси стало известно накануне. Тело второго погибшего казахстанца найдено сегодня. Один является гражданским лицом, который проживал, являлся жителем Арыси. Снаряд попал в автомобиль, соответственно, он получил травму несовместимую с жизнью. Второй – это военнослужащий контрактной службы Министерства обороны. Его тело было обнаружено недалеко от войсковой части в ходе проведения поисковых работ. Власти признают, что большая часть населения города Арыси эвакуировалась самостоятельно. Из 42 тысяч населения – 39 тысяч человек. По словам министра внутренних дел, похинули опасную территорию сами, как могли. И только оставшуюся часть людей эвакуировал транспорт, организованный местным муниципалитетом. Основная масса жителей Арыси сейчас находится в Шимкенте. Всего у нас обратилось за медпомощь 165 человек. Из них 89 находятся в больницах, 15 находятся в реанимационных отделениях. В реанимации находятся двое детей. У нас пятеро детей находятся в Шимкенте, в городской больнице с травмами. По данным властей, ситуация в Арысе остается опасной. Взрывы могут продолжаться еще несколько дней. Из-за сохраняющейся угрозы приступить к тушению пожара не получается. Установить масштабы катастрофы тоже пока невозможно. В настоящее время разминированием занимается несколько сотен саперов. Между тем, в Минобороны сообщают, что военные склады находились на удаленности всего в 200 метрах от жилых домов. И это несмотря на то, что по стандарту отрезок между ними должен быть не менее трех километров. К слову, эвакуировать склад боеприпасов собирались уже давно. В МВД сообщают, что на складах оставались различные боеприпасы, как для сухопутных войск, так и для систем ракетных установок. Радиоактивных элементов или опасных химических веществ там якобы не было. Поэтому угрозы для населения и местности нет. Вчерашний взрыв уже далеко не первый на этом участке. Это происходили случаи в 2009, 2013 и 2015 годах, где были, в том числе, к сожалению, погибшие. Причина в тех случаях работала комиссия. Выясняли, что были нарушения техники безопасности при работе с боеприпасами. По факту вчерашнего взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих». Вчера вечером на место катастрофы прибыл президент страны. Правительство подсчитает убытки и сколько нужно денег. После этого выделим средства. Сделаем ремонт вам. Сразу после взрыва в городе Арыси были зафиксированы факты мародерства. Полицейские задержали трех человек. В связи с ЧП в регионе приостановлено движение 13 пассажирских поездов. Со вчерашнего дня в Арысе и окрестностях наблюдаются перебои мобильной и интернет-связи.